И не могу не спросить, в тех же самых телеграм-каналах много писали, что у вас с ним была встреча в Баку. Так ли это? Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь. Ну и вот он тоже был на одной встрече в Кремле, это было, но я уже не помню когда, но много лет назад. Я повторяю, он рассказал о своих планах развития бизнеса. Но с тех пор мы с ним не виделись, мы с ним контактов никаких никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю. Я даже не знал, что он там находится. Понятия не имею об этом, не имел об этом. Потому что есть желание, вот здесь представителей бизнеса очень много, все знают, я никогда не отказываюсь. Мы регулярно проводим такие встречи и в рамках объединений наших предпринимателей, и в индивидуальном порядке, рассматривая те или иные проекты, особенно если у бизнеса есть потребность в каких-то гарантиях со стороны государства. И я, и председатель правительства, федеральные министры, региональные власти, мы, я их во всяком случае на это всегда настраиваю, мы не отгораживаемся от бизнеса. Поэтому, если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве. Об этом я тоже ничего не знаю. Я исходил из того, что он живет в Москве, по-моему. Не знаю, где он там перемещается. Нет, не в Москве, а в Дубае. Ну, в Дубае это люди мира, они там, миллиардеры, они могут себе позволить ездить где угодно. У нас к нему каких-то претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике либо в сфере безопасности этим или иным государствам. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы. Но ведь этим грешат все, платформа подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать либо сажать их под домашний, либо какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому само по себе действие властей мне не очень понятно, поскольку они носят избирательный характер.